Приветствую всех зрителей моего канала с вами Виолетта и сегодня я хочу сделать завершительный отчет по схеме которая перешла со мной с 2016 года в 2017 сознательно так как давалась она мне весьма весьма непросто схема вышита по авторскому дизайну приобретенная схема была в мае 2016 года вскоре я начала над ней работу а сейчас подробнее об этом дизайне начале работы так как я снимала несколько этапов работы над ней дважды она откладывалась вот теперь в январе 2017 года завершилась чему я очень рада итак сегодня я хочу познакомить вас с одной работой которая для меня так скажем прямо не характерно во-первых я сама от себя не ожидала что я буду вышивать на черной конве пусть даже это сейчас 14к для меня это очень большое напряжение для вас во вторых буду вышивать по авторской схеме ну и в третьих тематика явно не моя это вот то что должно быть в результате это превью схемы которая приобретена мной дизайнер схемы наталья орехова и немножко предыстории по этой работе несколько лет назад сын увлекся компьютерной игрой world of tanks и просил еще тогда меня вышить для него эмблему заставку или что честно сказать потому что наверно не будет не моя тематика я так подумала сделать его логотип схему как-то вот не лежала душу не знаю почему потом я думала что это временное увлечение оно пройдет и стоит ли вообще на это тратить время были там другие проекты потом очень поменялось всего в жизни как-то все это отошло на задний план и когда вот недавно я была у детей в инстаграме я увидела вышитую на работу по этой игре я была очень удивлена во-первых качеством проработки самой схемы хотя эта тематика вот не моя но очень эффектно смотрелось работа была она представлена и как вышивка под раму и как на подушке я показала ее сын прямо в инстаграме я просто видя как загорелись его глаза он сказал да я такое хочу это то что я вот когда-то помню что тебя просил ты не захотела для меня вышить но вы понимаете что здесь уже дрогнет сердце любой мамы хоть сын уже и не маленький но поскольку действительно это его увлечение оно и сейчас не в той мере может быть да он увлекается еще до сих пор этой игрой схема воспринимается как не многоцветная поэтому когда я получила схему я очень удивилась что там столько бленда большая часть бленды они чистые цветы и уровень работы достаточно для меня сложно просто сейчас по состоянию здоровья я приняла для себе решение принципиальное чтобы поддержать пока восстановительный период идет с глазами нормальный темп вхождения в процесс вышивки я вышиваю только на 14 канве только по электронным схемам которые я могу увеличить не напрягать глаза когда смотрю в схеме мне удобно отбирать цвета в электронном виде если вышиваю с программы то здесь все сложилось до наоборот черный цвет канвы 14 канвы естественно сама выбирала не было схемы в электронном виде она в pdf и хоть я могу ее конечно увеличить я не могу на ней выбрать нужные для отшива цвета причем на черной канве я пробовала несколько разных видов разметки и у меня ни с одним как говорится не сложилось то есть вы видите я вышиваю без размет поэтому изначально начала вышивку именно самой надписи она ее как полосой вышиваю по цветам но вот иду по порядку рядышком рядышком конечно сама схема это два-три крестика каждого цвета меняешь нитку то есть это достаточно долгий процесс но я для себя подумала что я буду заниматься час-два переходить на параллельный процесс на светлой канве тем более у меня уже заканчивались мои мишки но когда я начала заниматься вплотную этой работой я поняла что отвлекаться на другую какую если я буду достаточно часто то я эту просто не закончу с ней конечно надо очень быть сосредоточенным поэтому то время которое я могу вышивать я вышиваю эту вышивку вышиваю только днем потому что вечером освещение искусственное еще больше усложняет работу с этой вышивкой поэтому двигается она не так быстро хотя объем ее не очень большой от чего я отказалась на схеме была практически полная зашивка в самой схеме предусмотрена есть схема с добавлением фонового огня и есть без него в самой схеме этот фон присутствует но по желанию сына я решила что его вышивать не буду он не хочет никакого огня чтобы была сама эмблема этой игры вот такая вот необычная работа как видите вышито уже достаточно много я даже попробовала на обводке центрального щита сделать бэк здесь идет в две нитки и в одну нитку бэка в работе очень много им полностью обрабатывается и нижняя надпись и все мелкие детали на танках поэтому предстоит километры бэка пока на сегодняшний день я довольна тем результатом который у меня получается сначала вот доделаю одну часть этого дизайна полностью а потом уже примусь за вылизывание второй части и вышивку и бэк и все прочее вышивать на пяльцах это вот было где-то под спутной я даже не задумывалась у меня есть снапы разных размеров несмотря на то что мишки сейчас заняли такой самый ходовой размер снапы мне просто нужна была сильная натяжка которая могла бы постоянно подтягивать и регулировать все таки на снапах я думаю вряд ли бы у меня получилось настолько ее натягивать на черной конве чем больше натяжка тем легче все таки вышивать и выбор пялец был как-то самой собой разумеющийся что еще могу сказать об этой работе она достаточно сложного уровня может быть у меня создалось такое впечатление из-за того что она вышивая на черной конве может быть на другой конве было бы легче но вот для себя я удивилась в том что я все таки не чувствую особого дискомфорта от этой работы конечно не сравнить когда я с Мишей от Dimensions для своей внучки Маши там каждый крестик был наполнен каким-то позитивом такие радостные цвета здесь все как-то строже и спокойнее но вот внутренне она меня так не напрягла чему я очень довольна потому что я думала что может настать такой момент что я буду вышивать и меня вот будет раздражать эта военная тематика и я могу не закончить отложить работу уйдет куда-то там в долгострое вышито уже две трети работы если не считать БЭКа в следующий раз думаю я сниму видео уже по окончании этой вышивки напишите свои комментарии насколько для вас такая бы тематика была органична или нет и как вы относитесь к вышивке дизайнов которые до сих пор например никогда не вышивали просто хочется услышать ваше мнение и сравнить со своими ощущениями впечатлениями ну и вот январь 2017 года еле усадила я себя за то чтобы все таки закончить эту схему оставался вот буквально кусочек после центрального логотипа буква Т которую вы видите работы здесь было буквально на 4-5 дней ну користиках тут совсем мало больше выматывал бэкстич но это давалось мне с большим с огромным трудом потому что более неадекватного БЭКа я давно уже не встречала не знаю может вообще не встречала в своей вышивальной эпопее я за свои 12 лет вышивала много работ с бэкстичем и у меня есть большие схемы АТ гувернер где там просто километраж БЭКа я не скажу что это очень легкий набор но зато после этой работы я понимаю что бэкстич Дименшенс я очень люблю это радует то что все таки есть авторские схемы с которыми можно работать без боязни вот этого попадания на такой бэкстич кстати схема разрабатывалась для 16 канвы даже о равномерке вообще никакого и речи не шло но дело не в равномерке а в том что весь бэкстич идет под самим крестиком ну вы понимаете крестики они все таки пухленькие чисто теоретически если идти по центру крестика то бэкстич будет сползать и поэтому он такой кривой ну в общем я этой работой недовольна ни процессом ни результатом для меня это вот действительно разочарование года и единственное чему я рада что все таки я ее завершила процесс закончен моя мама героически взялась пошить подушку для своего любимого внука потому что изначально он попросил именно эту схему на подушку то есть я уже к этой работе вообще не буду касаться даже пальцем и этому я очень очень рада но обычно заканчиваешь работу сразу бегом ее снимаешь с пялиц чтобы постирать привести надлежащий вид честно я несколько дней уже не подхожу к ней даже снять с пялиц кстати хотела вот на этой работе показать что видите здесь все таки барабанная натяжка да это светит конвай иначе я вообще бы не смогла вышивать на темной конве и вот эта рамочка эта пластиковая рамка которую я показывала в покупках она меня буквально спасла своей вот этой такой жесткой натяжкой с нее даже сложно снять работу чтобы переставить мне надо было переставить это был мучительный процесс хотя еще есть такой момент что я просто боюсь сейчас эту работу снимать с пялиц не знаю по идее не должен провиснуть этот бэкстич но то что он будет намного кривее я в этом уверена не буду вам показывать никаких ни макрокристиков ничего это просто вот плашное разочарование но главное что сын не настолько в деталях разбирается ему главная картинка он ее захотел он ее получит на сегодняшний день это то что есть все таки в конце я решила показать вам работу целиком чтобы представление о дизайне все таки сложилось полностью вот в таком виде он будет оформлен в подушку ну и на этом я с ним все таки прощаюсь вот такое завершение процесса и теперь я с легким сердцем без хвостов приступаю к тем дизайнам которые я очень очень хочу вышивать в этом году буду ждать всех вас на канале с более приятными новостями надеюсь всем удачи всем законченных работ несмотря на их сложность и удовлетворение пока пока что вьет это не все ждем а что и она с